Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 95. Начитывается Новый Завет с толкованием Блаженного Феофилакта по нашему изданию. Это второе издание. И с комментариями покажу со всех сторон, чтобы можно было увидеть, как выглядит книга. Эта книга не просто уникальна, а единственная в своем роде. Толкование было Блаженного Феофилакта в двух книгах. У нас в трех книгах более обширное. И плюс здесь Откровение, 434 страницы. Толкование Откровение никогда не входило в одно издание. Это три тома подряд. Впервые за 2000 лет такое издание вышло. Ну и дальше, что много не такого еще. Это мы раскрасили Гюставо Доре. 230 ивы иллюстрации. 10 еще на комментарии из классики взятых. То есть эти книги находятся, видели в библиотеках, ну, известных людей. У президента Российской Федерации. Книги у патриарха. Более чем 600 библиотек сами развезли в королевских библиотеках, сообщают. То есть желание было большое. А кто не делал так, чтобы свои книги развозить? Пока еще не было. Ни одного случая в мировой практике. Предпримили невиданное путешествие, чтобы распространить такую истину, которую Бог открыл. От порта Находки, Владивосток, Тихий океан, до Лиссабона, Атлантический. Прибалтика и Скандинавия. И везде дарили и дарили эти книги. Какой это дар? Вот один полный комплект, у нас 38 книг. Это 750 евро. Ну, можно 600 хотя бы. А здесь-то еще сколько было? Только на одной исповеди священники приезжали. Мы сразу раздали 125 экземпляров. Почему Бог? Мы любим Его. А не так, что сделали, книги сожгли. Так их никто не считает и никто не берет. Но это надо перешагнуть через это. Никто Христа не хотел слушать. Апостолы понесли, писали послания. Мы идем апостольским путем, указанным Духом Святым. Второе послание к Тимофею 1.6. По всей причине напоминаю тебе возогревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. Толкование блаженного Феофилакта. Так как, говорит, я знаю, что ты имеешь нелицемерную веру, то побуждаю тебя, чтобы благодать Духа, которую ты принял для посредстоятельства в Церкви, для совершения знамений и вообще для всякого свойственного епископа служения, возгревать эту благодать, то есть всегда делать живой и цветущей. Ибо как огонь нуждается в дровах, так и благодать Духа нуждается в усердии, в внимании, в бодрствовании, чтобы всегда пламенеть. Если нет этого, она угасает, как и в другом месте говорит апостол. Духа не угошайте, 1 Фессалоникийцам 5,19. Есть тебе эта благодать, которую ты принял вместе с возложением моих рук на тебя, когда я рукополагал тебе во епископы, но ты сделай тот огонь сильнее. Слово, которое ты получил, исполни дерзновение и мужество, стань мужественно. Вот представим себе, Павел говорит, ну и Тимофей, а я тебе рукополагаю, а зачем нужно? Меня Бог и так уже избрал, и бабка у меня, и мать верующая, Евника, бабка Лаида. Да и вот тут приходил один товарищ, он меня руки возложил, это рождение секты было бы. Вот где этой связи нет с апостолами, Тимофей и других, если связи нет, это не церковь, не церковь. Вы можете петь день и ночь, ты попробуй даже самое одно маленькое послушание, дай сектантам, оденьте на них платки, чтобы волосы не были видны, не получится. Сделайте, чтобы галстуки масонские сняли, не получится. Секта это порождение масонства. Это надо знать, когда это было решение принято, для чего разрушить церковь. Но попробуйте сделать, чтобы мужчины не брились у сектантов, не получится. Хотя были и времена, они пытались это сделать. Как только галстук снял, обязательно верхняя пуговица должна быть расстегнута. Если костюм хоть 10 пуговок, нижняя должна быть расстегнута. Это устав, оказывается. Я только в прошлом году это узнал, когда устав их попал в руки. Не просто верхняя пуговица расстегнута, он не может по-другому быть. Или галстук, или расстегнись. Оказывается, такое маленькое дело, и то надо знать, откуда это идет. И что, застегнись, галстук в руки не бери, бороду не бери, и все это и покажет, что ты не из их круга, не из сектанского. Второе Тимофей 1.7. Ибо дал нам Бог духа не боязни, 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 но силы и любви и целомудрия. Толкование. То есть не для того мы получили духа, чтобы робеть, но чтобы быть сильным в искушениях и иметь до дерзновения. Многим Бог дает и духа страха, как написано в книге Исход. Да нападет на них страх. Исход 15.16. То есть Бог уложил в них страх. Любви к Богу и к ближним. Ибо и то, чтобы Бога любить, как Отца, имеем мы от Духа, делающего то, что мы взываем А во Отче. Римлянам 8.15. И то, чтобы непоколебимыми пребывать в любви к ближним, есть дар, происходящий от Божественной силы. Соблазны же, напротив, происходят от трусости и малодушия. Однако и нам должно прежде всего показать то, что зависит от нас самих. Но я не знаю, почему здесь они дают нам толкования. Видимо, все знали, что такое А во Отче. Сегодня можно спрашивать, и знают ли люди. А во Отче. Ава говорит, сирское слово отец. То есть отец отцов. Господь господствующий. Царь царей. Вот какой смысл. А зачем? Прими как есть. Даже переводить не стали. И целомудрие. Или чтобы мы были разумны с здравым умом в здравом состоянии. Или чтобы духом своим здравомыслили. И если постигнет нас какое-либо испытание, мы приняли бы его к руководству. Или чтобы и других уцеломудривали и научали разуму. Второе Тимофей 1.8. Позаметь, трижды говорит или. Или. Вот оно впереди я отметил. Разорвал. Или, или. А какое правильно? Может быть по частям это правильно, а может быть одно. Но и то и второе, и третье не противоречит истине. Святые отцы вот как были. Златоуст проповедовал на капитре 4 и лежала у него свитка. Симаха, Феодатиона, Акилы, переводчики и Септуагинта. И они очень сильно разница есть. Толкует все четыре. Никому, никакому не предлагается. Так он же грек. Это родной его язык. Ну нельзя бы так. Знание крупится и вот надмивается, высокоумствует. Ничего и нету, поэтому Бог и не дает, и не откроет. Кого Бог посещает, милости своей, тот открывает это, переводит, знает. Поехали. 2 Тимофей 1.8 Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдать с благовестием Христовым силою Бога. Толкование. Слава Иисусу Христу! Многие окаянные по человеческим понятиям, судя о том, что выше нашего понимания, стыдом почитают возвещать, что Сын Божий распят, не зная, что силой креста Его осужденный человек стал Сыном Божиим. Ты же, Тимофей, не стыдись свидетельствовать о Христе и смерти Его крестной. Но с дезиновением проповедую о том, апостол не сказал, не бойся, но не стыдись, чтобы показать, что дело это не имеет опасности, а только один стыд. Если же презришь Его, то прочее безопасно. Не стыдись того, что я, воскрешающий мертвых, учитель вселенной, теперь связан. Я связан не как злодей, я узник Его, то есть ради Него. Если Он не постыдился креста, то как я постыжусь уз? То есть не просто покажи, что ты не постыдился, но на опыте, в делах, и будь участником в одном и том же со Христом и со мной. Это же Он выразил и выше в словах, дал нам Бог дух силы. Что значит страдать с благовестием? Уже ли благовествование страдает? Нет, не то. Ну или говорит, пострадай мне ради благовестия, или благовестием называют всех проповедников Евангелия и строителей тайн, как и в послании к Коринфянам, 2 Коринфянам 9.12. Итак, пострадай вместе с тем, кто послужил благовествованию. Но может быть кто-нибудь излишним страданием за благовествование назовет препятствие к его распространению и неверии в Него. Таким образом и ты пострадай страждащему благовествованию. Так как тяжело было сказать страдай, то апостол утешает, не своею говорит силой, но силой Христовой. Твое избрание есть и готовность. Видите, как на страдание. Вот на меня нападает где-то, а сатана не терпит, что говорю поистине. Ну я везде написал, что вот я был в вузах, то другое. И теперь, да что с него спрашивать, он больной, он от алкоголика продился, он сидел за изнасилование малолетних сидел. То есть, что угодно говорят. А как, это награды. Это Божья награда. Сегодня трудно это, конечно, понять. Делу Божию мешает. А как, и кто это патриаршие? По благословению священников все это делают. То есть, это абсолютно враждебная структура, которая лжет непрерывно. И поэтому беду они не видят. Какая беда надвигается рядом уже. Языщество сегодня грозно встало во всех направлениях. В церкви похищают людей. Что бы они ни сказали, язычники, антихристы, враги креста Христова, их слушают. То есть, народ совершенно отравлен. И по происхождению, и по жизни. Туда на день и ночь струдиться и молиться. Они еще ничего не знают. Красуются своими одеждами. Далее. Комментарий Игнатия Лапкина. Удивительный архиеписко-болгарский. По сегодняшним меркам в нем нет ничего православного. Он не только ничего не прилетает к текстам из Библии, но в его выражениях буквально перехлестывает в сравнениях о проповеди и о Евангелии в сторону восторженного возвышения дела проповеди. Благовестием называют всех проповедников Евангелия. Человек должен не только читать Евангелие, проповедовать Евангелие, но и сам должен быть живым Евангелием, благой вестью. Филиппийцам 1.21. Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. 1 Коинфинам 2.2. Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. Какой высокий наградой венчает феофилакт всех проповедников о распятом и воскрешем Мессии. Благовестием называют всех проповедников Евангелия. Кто из православных может претендовать сегодня на это звание? Какой священник потянет на это титул? Какой архиерей к своим наградам может добавить это прозвище, чтобы его назвали Евангелием, благовестием? Какой патриарх может сказать открыто, честно, стоя перед любым святым проповедником прошлых веков и заявить о себе, что Бог ему даровал это звание? Какое звание? Благовестием называют всех проповедников Евангелия. То есть нас самих называют Евангелем, Пятая Евангелие. Евангелие жизни по Христу. Как можно назвать Евангелем человека, который не проповедует, не свидетельствует, слушает безбожников, антихристов? Там собрат один. Второй Тимофей 1.9. Спавшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. Толкование. Так как дальше, данным нам во Христе Иисусе. Во Христе Иисусе данное нам, а когда Христа не было, а прежде вековых времен. На небе произошла война. Откровение, говорит 12 глава. Архангел Михаил воевал сатаной и сбросил с неба. Говорят, Сатаниил он или Люцифер назывался, не знаем. Люцифер это сын света. Но он сбросил его. И победили его чем? Кровью Агнца. Какого Агнца? Когда еще земли может быть не было. Земля не такая она была. И он по ладам это не было. А когда он-то заползет уже? У Бога все в одном. Может быть это за миллион лет было раньше. Мы не знаем, но так написано. Победили кровью Агнца. А еще человека нету. Еще 5508 лет до рождения сына Божия. До 30 лет еще проповедовать будет ходить. Все наши мерки ничего не значат. Сказано, да и аминь. И на этом все. Сказано. И я смиряюсь. 2 Тимофей 1.10 Представляет доказательство силы Божьей. Он говорит, спас нас. И отчужденных призвал к себе, чтобы сделать нас святыми. Итак, кто спас нас, когда мы не желали, тот тем более поможет теперь желающим, без всякого принуждения, без всякого совета, но по собственному изволению, то есть из себя, благостью своей влекомой. То есть безначально и предвечно предначертано, что будет дана нам благодать во Христе Иисусе Господе нашим. Вот как, когда безначально, даже нет начала, и предвечно, уже это предначертано было, что мы сегодня будем сидеть, читать, будем говорить. Искренне или не искренне, главное, тогда должна совесть пробужденная быть. Евангелие не помогает, когда совесть сожженную. Немало для нас есть, что то, что Бог возблаговолил, о нас сие предвечно. Предвечно. Прежде вековых времен мы уже у Бога были предназначены к этому. 2 Тимофей 1.10 Открывшиеся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие. Толкование. Хотя и предопределена была благодать, но открылась ныне, когда явился Спаситель. Христос в собственном теле самым делом разрушил смерть, сделав тело нетленным. Нас же просветил благовестием, надеяться жизни и нетлении, ибо мы еще не нетленины самым делом, но будем таковыми, и в таковой надежде утверждает нас благовестие. 2 Тимофей 1.11 Для которого я поставлен проповедником и апостолом и учителем язычников. Толкование. Для чего апостол назвал теперь себя учителем язычников? Чтобы внушить Тимофею, что он должен возвещать слово благовестия язычникам и не падать духом, но подражать ему, связанному за учение евангельское. 2 Тимофей 1.12 По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на он и день. 3 Толкование. 3 Тимофея. 4 Тимофея. 4 Тимофея. 5 Тимофея. 5 Тимофея. 5 Тимофея. 5 Тимофея. «Предаю вас, братья, Богу!» Деяние 20.32 Как бы так говорил апостол, «Я не стыжусь, надеюсь, что многих приведу к Богу, которых Он и сохранит, чтобы их ради меня прославить». Или залогом называет награду, «Всякий, кто делает что-либо доброе, полагает то Бога на хранение, чтобы в свое время быть увенчанным за то». 2 Тимофея 1.13 «Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с верою и любовью во Христе Иисусе». Толкование. «Как живописец, я написал и нарисовал тебе икону и первообраз, чтобы, смотря на него, и ты по нему живописал такое же начертание моих слов». «Имей в себе этот первообраз, и когда нужно будет что-то живописать, с него бери и живописуй, ибо в нем все совмещено. Не только через послание, но и устно». Пока устно говорил, это было предание. Как только написал, стало писанием. «И когда говорит Павел, помните предание, где Павел говорит предание?» «Предание – это не басни, которые сегодня подписывают туда, не канонизации, не монашество, а именно слова, которые станут потом написанными и превратятся в Писание». Он много же устно проповедовал. Три с половиной года, а написано три строчки. «Поэтому не будем думать, что имеем послания недостаточные, как не всеобъемлющие, так как многое апостол преподал без письма». Вот ответ. «То есть слова мои содержат учение и о вере и любви, то есть и о догматах и должной жизни. Нужно ли будет тебе догматствовать о достодолжном, или говорить, или действовать? Оттуда следует тебе все заимствовать». Вот люди прилепляются, а слова «догмат»-то и нету в Библии, а вы говорите «догмат». Ну, догмат – это то, что мы веруем, веруем. А где это написано? «Веруем во Святую Христову Церковь». Установили во Святую апостольскую, Вселенскую Церковь, там как угодно называют. На каждом деле спорят. Ну, а как правильно? Как сказано здесь, так и делать надо. «Верую, и не сомневаюсь, Духом Святым дал залог заранее, что как бы хранится где-то. Дал залог Духа Святого». Далее. 2 Тимофей 1,14. «Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас». Толкование. «Соблюди заповеданное мной тебе относительно веры и жизни, или дар, который ты принял, как и выше он сказал. Но как ты сохранишь? Не человеческой силой, но Духом Святым, который живет в нас через крещение. Если мы сохраним его и не отгоним дурными делами, сохранит и он нам все, что мы имеем от Бога. Итак, почтитесь сохранить Духа, и он сохранит тебе завещанное. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж». Псалом 126,1. 2 Тимофея 1,15. «Ты знаешь, что все ассийские оставили меня, в числе их Фигел и Ермоген». Толкование. «Апостол указывает на искушение не с тем, чтобы поразить ученика, но чтобы более убедить его, чтобы в случае, если и сам он подвергнется подобным искушениям, не думать, что он испытывает что-либо необыкновенное, но спокойно переносить. После того, как апостол был взят под стражу Нероном, его оставили все ассийцы, то есть живущие в Риме люди из областей ассийских». 2 Тимофея 1,16. «Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уз моих». То есть посадили в тюрьму и все раздевали, и даже некому принести там питательство, то, что дадут. А как у вас было? Некоторые не приходили. Подходит начальник и говорит, а почему ваши к вам вот так относятся, нигде не митингуют, а говорят, а что митинговать-то? Я на это шел. Ну, а вот у баппистов там они послания, воззвания пишут, он уже знает это. Я говорю, а мы это принимаем как данность. Я на это и шел. И он успокоился все. За меня нигде не было. Когда сидел, уже после суда, тогда ходатайствовали в Москве, неправильно судили-то. Суд состоял в том, что я верил, что этого нету, а я говорил. А я верил и знал, что раскулачивание было, что Библию отнимали, сжигали. И потом эти, которые давали ложные показания, кандидаты наук, они сказали, да, было, но нельзя было по-другому. Нас заставили. Ну, махнул рукой, да и. Второе Тимофея, день 16. Додаст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился узма их толкования. Посмотри на любомудрее апостола. Он не укорял тех, кто его оставил, но просто указал на случившееся. За того же, кто позаботился о нем, он молится, и не только за него, но и за весь его дом. Так они были добродетели, так воспитал их Анисифор. Как какого-нибудь ротоборца, изнемогающего от жара, он удостоил меня успокоения не однажды, но много раз. Так должно поступать и нам, всегда и во всем помогать тем, кто занимается чем-нибудь добрым. Таким образом мы будем участниками с ними в наградах. Не говорим не о Павле. Павел хотя бы и не имел никакого помощника, остался бы непоколебим. Но может быть, кто-нибудь другой не выдержит, если не будет иметь защитника. Итак, если окажется кто-либо такой, кто помогает ему и заботится о нем, очевидно, что он участвует в победе. А если и в победе, то в венцах. И на войнах в древности те, кто оберегал оружие, наравне с войнами определили добычу. Везде говорит о стыде, а не об опасности. Ободрия Тимофея, что опасности будто бы нет, а только один стыд. Однако в действительности была и опасность. Нерон был возмущен против Павла за то, что он обратил кого-то из домашних его. Говорят, что наложницу обратил. 2 Тимофей 1.17. Но был в Риме с великим тщанием искал меня и нашел. Толкование. Не только не избегал моего несчастья, но еще искал меня и нашел. Вот каково мужество, вот какова вера. 2 Тимофей 1.18. Да даст ему Господь обрести милость у Господа воный день, а сколько он служил мне в Ефесе, ты лучше знаешь. Толкование. Анисифор, говорит апостол, оказал мне милость, поэтому да получит он воздаяние в страшный день. Тогда нужна многое милость всем, даже и святым. Если Анисифор, подвергавший себя явным опасностям за Христа, милостью будет спасен. Не тем более мы. На это место осылаются зараженные Маркионовой ересью, говоря, итак, два Господа отнюдь нет. Один Господь, как и сам апостол Павел, говорит в другом месте, Ефесянам 4.5. Это выражение обыкновенно потребляется в Священном Писании, как, например, и пролил Господь огонь от Господа. Бытие 19.24. То есть, через себя. Через себя. Огня там не было никакого. Вот написано, от Господа. Как дождь лился. Ну, то есть, это от Господа решение было. Откуда он из ничего взялся и пролился? Никакого огня там не было. Сделал камни, бросал. Говорит, от камней погибло во время сражения больше, чем во время битвы. Какие камни? Никаких камней не было, Бог образовывал и бросал их. А откуда кит взялся? Такого в Китае не было, чтобы три дня. Даже сегодня кашалот заглотит, через четыре часа уже мертвый человек. Там кавера какая-то есть, может быть, умом раскинуть, так ли это об этом говорится? Что надо понимать в это заложено? Ангел стоял, говорит, ногой на солнце. Там такая температура, он сгорит. Но это образно показано, что ему подчиняется и он попирает. Так и в этом месте. Если принять, что здесь обозначается как отец, так и сын, то в этом нет ничего странного. Как отец Господь, так и сын Господь. И Дух Святый Господь. Но один Господь, являющийся в трех лицах. Заметь, апостол не сказал, да даст ему Господь что-либо другое, но милость. Он привык, к добрым делам. Не один раз сделал мне добро, но и в Ефесе, и в Риме. Таким и должен быть христианин всегда творить добро всю свою жизнь. Второе Тимофея 2.1. И так укрепляйся, сын мой, благодати Христом и Иисусом. Толкование. Что ты говоришь? Ты сказал, что ты связан, что все покинули тебя, и как будто не сказав ничего страшного, присовокупляешь. И так укрепляйся, сын мой. Да, по тому самому, что я нахожусь в вузах, ты еще более мужайся. Ибо если бы я, твой учитель, не терпел этого, то тебе, может быть, можно было бы падать духом, так как ты по молодости и неопытности подвергался бы опасностям. Ныне же, немалым для тебя утешением к мужественному перенесению возможных бедствий служит то, что и я сам терплю их, что бедствия происходят неестественно. Естественно. Естественно, да. Я естественно сказал, а не от твоей неопытности. Вообще же, всякий, меньший, в каком-либо отношении, подвергшись опасностям, великое получает утешение, когда видит, в каком же положении и большего сравнительно с собой. Видишь, с какой отеческой любовью он предлагает ему свое вещание, говоря, сын мой. Словом этим, он как бы и душу свою любящую перелил в него. Если ты сын, то подражай отцу, укрепляйся не одним только моим примером, но больше всего благодатью Христовой. Ее имей с поборницей, через нее мы получили власть наступать на збей и на скорпионов, и на всякую вражескую силу, и не терпеть никакого вреда. 2 Тимофея 2.2 И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. Толкование. Что ты слышал, а не то, до чего сам исследованием дошел, ибо вера отслышания. «Слышал ты не тайно, а открыто, присутствие многих, под многими свидетелями некоторые разумеют законы пророков, ибо слово мое было из свидетельств Писания. Не говорит «скажи», но передай, как бы сокровище, ибо что передается, сохраняется в целости. Через это апостол делает своего ученика более внимательным. верным, не таким, которые искусны слагать силогизмы и сплетать совопрочничество». Ты знаешь, что такое силогизма? Нет, не знаю. Ну вот надо смотреть, смотреть. Разное сплетать совопрочничество, то другое. Вот эти люди напускают разную муру в голову-то, а человек Евангелия-то ничего не может запомнить, там забито этим все. Вижу, такие важные люди выходят, а сказать по Евангелии ничего не могут. но таким, в коих можешь быть уверен, что они не окажутся предателями завещания. Что пользы, если принявший, хотя и верен, и все принимает без совопрочничества, но другим передать учение не может? Или если он, хотя и сам не имеет, изменяет учение, но других такими же сделать не может? Поэтому учителю необходимо иметь два качества быть верным и учительным. очевидно, что распоряжение такое делается ему относительно пресвитеров и епископов, а не относительно мирян, ибо это было бы неуместно, когда сам Павел проповедовал и эллином, и иудеем. Полагаю при том, что этот говорится о некоторых таинственных вещах, которые должны быть переданы верным и учительным. Видите, толкование, которое было, он берет в основном и златоуста, а потом говорит, полагаю при том, что златоусту не хватает, вот это надо еще добавить. А сегодня уже прошло девять веков после блаженного эпилакта. Естественно, мы смело прилагаем то, что уже стало известно. Не так, что упер, сам сказал, больше не сказал. Ну, что не сказал? Дух Святой перестал действовать. Во все века с вами до скончания века. Комментарий Игнатия Лапкина. Святитель Тихон Задонский говорит, получать нужно о самых важных для спасения потребностях. Коротко, ясно, просто и понятно простому народу. При каждом учении должно быть краткое нравоучение на ту же тему. Учение нужно подтверждать Священным Писанием и толкованием святых и богоносных отцов и учителей церковных, пояснять образами и историями, примерами и доказательствами. Высоких богословских вещей можно касаться, если случайно возникнет необходимость, и то со всякой осторожностью. Понятно. редко и если в этом еще необходимость возникнет. С тихо на 100% согласен простыми словами. И вот напустят, напустят, даже язык сломаешь. Везде нужно иметь предосторожность и крайне беречься от преткновения и соблазна. Чтобы понять, что сегодняшние пастыри не знают Писание и не знают толкования блаженного Феофилакта, побеседуйтесь с ними присутствия человека, знающего и то и другое. Вы в этом убедитесь в течение одного часа. Перед каждой проповедью, перед каждой беседой, каждый христианин и тем более священник должен просить Бога в молитве о том, чтобы слово мое было и свидетельств Писания. Поэтому учителю необходимо иметь два качества. Быть верным и учительным. Верным Богу и Его Слову, выраженному в Священном Писании, а не вымыслом человеческим. Господь говорит, пастыри отпали от меня, Еремея 2.8 Пастыри сделались бессмысленны 10.21 Множество пастырей испортили виноградник 12.10 Это священники все сделали. Вот они какие. Это пророки сказали. Они все изгадили, испакостили. Священное Писание извращают. Не знают его. Стребролюбие. Деньги, деньги, деньги. И архиерии такой же. Они хвали саризами, дипломами, митрами и видели бедственнейшее положение этих пастырей. Только отдельные люди, как Серафим Саровский, молившийся о них. Настольная книга священнослужителя том 3 страница 601 кавычки открыты. Господь открыл мне, что будет время, когда архиереи земли русской и прочие духовные лица уклонятся от сохранения православия во всей его чистоте. И зато гнев Божий поразит их. И сказал Господь, что не помилует их, ибо будут учить учениям и заповедям человеческим. Сердца же их будут стоять далеко от меня. Все.